Жмень, толкушка и яблочный взвар. Челябинцев научили готовить блюда столетней давности, те самые, что ели на обед наши прабабушки и прадедушки. В Центре народного творчества прошел мастер-класс по традиционной русской кухне. Как выглядят блюда прошлого века, приготовить щи да кашу попробовала и я. Ну что ж, сегодня мы попытаемся воссоздать обед столетней давности. В меню у нас серые щи, ячменная каша и яблочный взвар. Все необходимые ингредиенты у нас уже есть. Вот в этой кастрюле, например, томится капустная крошева. Его заранее заквасили и уже томят в кастрюльке часа 4, наверное. А здесь у нас томится домашний петух. Ну и, конечно же, все необходимые овощи. Это лук, морковь, ну и картофель. Что ж, начинаем варить. Ну что ж, а пока закипают наши овощи, приступим к приготовлению ячменной каши. Между прочим, у наших бабушек и дедушек не было мультиварок и мерных стаканов. И солили и перчили, все они на глаз. И, кстати, в очаге они блюда ни разу не перемешивали. Как положили в печь, так и доставали. Это, я считаю, высший пилотаж. И этому нужно поучиться современной молодежи. Духовкой у нас томится сразу два вида каши. Ячменная со сметаной. Ну, кто не понял, на современном языке это перловка. И каша с овощами. Готовится она целый час вот в таких вот глиняных горшочках при температуре 170 градусов. К слову, на Руси 100 лет назад такую кашу готовили 12 часов. Хозяйки ставили ее в печь ночью, и на утро каша уже была готова. Ну, а что здесь у нас уже финишная прямая. Мы соединили два ингредиента. Капустное крошево, правильно, и бульон из-под петуха. Сейчас осталось добавить столько зелень. А вот, кстати, картошечка готова уже? Нет, еще должна немножко потомиться. Но запах стоит обалденный, просто вы не представляете. Аппетитно. Уже афотокушать. Говорят, что суточные щи, серые щи и ячменная каша были любимыми блюдами русского композитора Чайковского. Скушав их, он вдохновлялся, у него появлялось новое произведение. А какое любимое блюдо у вас? Спросим мы сейчас у участника мастер-класса. Борщ. Борщ. Чем он вам нравится? Ну, люблю готовить борщ. Сами готовить? Сам готовлю, да. Ничего себе. А почему сегодня сюда пришли на мастер-класс? Посмотреть новое блюдо. Посмотреть, понюхаться. Попробовать. Попробовать, да. Угостить родственников, друзей. Ну, что-то такое в голове осталось, может, то, что солили или там на сутки убирали в печь. Вот это вот, да. Сейчас сутки печь, это интересно вообще. Где найти печь и как на это? Как найти сутки. Да, и как найти сутки, чтобы... Интересный факт, что наши предки наши картофель не резали, а толкли. Варили его целиком, чтобы он задубел, а потом раскалывали. Так, щи становились более наваристыми и густыми. Поэтому кусочек картошки вы здесь не увидите. Чуть не забыла вам рассказать про десерт яблочный взвар. Это вам не компот какой-нибудь с сахаром и специями. Это исключительно натуральный продукт. Сухие яблоки, ягоды, ну и другие плоды, которые растут в огороде, с вечера замачивают в холодной воде. Ну, а с утра доводят до кипения. И вуаля, продукт готов. Его можно пить как горячим вместо чая, так и как прохладительный напиток в летнюю жару. Вот так выглядит 100 лет в обед. Сытные, полезные, красивые и ароматные блюда. Ну, за таким столом грех не собраться всей семьей. Ну что ж, начинаем пробовать. Итак. Щип, божественный вкус, неповторимый. Не зря говорят, русская традиционная кухня. Самая вкусная. Маргарита Хижняк, Андрей Ярушев, ОТВ.